Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Еще немного, еще чуть-чуть. Южный мост должна открыть полностью уже к концу недели. Дойти до каждой батареи. Главам районов наказали лично следить за погодой в домах. Хождение по кругу. Вдова банкира Екатерина Пузикова, обвиняемая в отравлении мужа, вновь пытается оспорить приговор. Второе рождение. В Самаре после долгих лет забвения восстанавливает фонтаны Красное Знамя и в сквере у Шанхая. 950 квадратных метров, тоннели и комнат. Какие тайны хранит бункер Жукова? В Самаре открывают новый музей. Приятно начинать выпуск хороших новостей, тем более, если их ждут все автомобилисты Самары. Уже в конце этой недели движение на Южном мосту будет полностью открыто по обеим полосам. Ремонт, начавшийся в апреле, подходит к завершению. Что сделано и что осталось доделать, расскажет Марьяна Мирная. Уже в конце этой недели движение на Южном мосту будет восстановлено по обеим полосам. За время ремонта были заменены перильные ограждения, опоры, освещение. Уложено новое асфальтобетонное покрытие и на самом мосту, и на проезжей части, и на тротуарах. Были отремонтированы дешевизионные швы. Это, может быть, вы помните, в то время, когда здесь очень много было шума по поводу того, что мост будто бы разъезжался и было видно внизу через мост. Так вот, это все было устранено, и на сегодняшний день при завершении работ все будет. Общая сумма контракта – 524 миллиона рублей. Изначально срок сдачи был назначен на 2018 год. Но подрядчик, понимая, насколько важной артерией является мост, приложил все усилия, чтобы управиться раньше. Особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. А тротуары, они присутствовали до этого, только они были повышены. И не огорожены. Сейчас установлены оцинкованные барьерные ограждения. С двух сторон. Ремонт Южного моста начался в апреле этого года. Была перекрыта левая сторона. А уже в июле рабочие перешли на правую часть перехода. В сентябре подрядчик говорил о том, что мост откроют досрочно в начале ноября. Но практически круглосуточные темпы позволяют сделать это еще раньше. Этот объект, он стратегическим является. И заселение Южного города, проезды на ту сторону Самарки, безусловно, очень важны для наших жителей. И мы были заинтересованы в том, чтобы эти сроки были как можно уже. Но когда сокращаются сроки, страдает качество работы. Вот эти проверки осуществляются для того, чтобы это не повлияло на качество работы. Контроль качества очень жесткий, как со стороны городской администрации, так и со стороны депутатского корпуса. Подрядчик дает гарантию на свои работы 5 лет. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. 99% самарских домов подключены к отоплению. Лучше всего дела обстоят в Куйбышевском и Кировском районах. Там тепло есть во всех зданиях. В Самаре отапливаются все учреждения культуры и медицины. За сутки на горячую линию поступили 126 обращений. Такие цифры озвучили на еженедельном совещании Департамента городского хозяйства и экологии. Владимир Василенко поручил всем ответственным за сферу ЖКХ в районах лично следить за ситуацией в домах и ежедневно навещать тех горожан, что оставляют жалобы. Также коммунальщикам нужно понимать, что снегопады всегда начинаются внезапно. И потому подготовку кровельщиков, которые будут очищать скатные крыши, нужно начинать уже сейчас. Проверить позицию, где сколько в разрезе каждого района скатных крыш, сколько заключено договоров, или есть свои, кстати, те, кто обучен работать на высоте, да, и по готовности, если в случае, будем говорить, снегопада, сброса снега с кровли, как эта работа будет организована. Тем временем городской департамент образования продолжает мониторить температурный режим в школах Самары. Сейчас практически 100% учреждений получили тепло. Но остается несколько объектов, где подрядчики не уложились в график и перекладка сетей затянулась. Советский район под особым контролем. Комиссия департамента побывала в 152-й школе, где температура в классах не превышает 12 градусов. Все дети сейчас переведены на дистанционное обучение. Администрация района сегодня уже говорит о том, что работы на перекладке сетей на улице Карбышева завершены. Мы очень рассчитываем, что если сегодня вечером пойдет тепло, завтра мы школу обогреем и послезавтра дети сядут за парты. И продолжая горячую тему, попали в один несчастливый процент. Детский сад и хрущевка на Гагарина жили без отопления целую неделю. Глава города и партия «Единая Россия» держат ситуацию под контролем. И если в случае с детсадом лед тронулся и батареи потеплели, то в пятиэтажке пока не смогли распутать клубок коммунальных проблем. Сергей Кизоркин обо всем по порядку. Наконец-то дождались тепла. Такого еще не было в 255 детском саду за полвека его работы. Впервые в этом году его не подключили к отоплению. Хотя 29 сентября тепло дали, но уже на следующий день батареи стали чуть теплыми. В детском саду комбинированного типа 137 ребятишек. Больше половины из них имеют проблемы с речью и общепсихическим развитием. Чтобы детям было тепло, воспитателям пришлось постараться. На Гагарина 94 ситуация еще плачевнее. Хрущевки управляющая компания даже и не обещает дать тепло. В двухподъездном доме на 40 квартир нет не только отопления. Здесь уже третий месяц нет горячей воды. Детский сад и хрущевка попали в 1% самарских зданий, которые пока не подключили к отоплению. Но это исключение справил. В этом году отопительный сезон стартовал раньше обычного – с первыми холодами. А темпы подключения по сравнению с прошлыми сезонами выросли в несколько раз. Ситуация круглосуточна на контроле не только у городской администрации, но и у «Единой России». В пятницу в общественной приемной партии состоялся прием граждан, который провел глава города Олег Фурсов. Он подчеркнул, что первая инстанция, в которую могут обращаться жители – это управляющие компании. Именно они отвечают за подачу тепла непосредственно в дома. Он попросил самарцев не замалчивать проблемы, связанных с работой управляющих компаний, и обращаться в областную или районную жилищную инспекции. Партия не остается в стороне. Партия держит на контроле данную ситуацию для того, чтобы в оперативном режиме решить эту проблему, помочь нашим жителям, ведь «Единая Россия» стоит на защите интересов граждан. Благодаря совместным усилиям городской власти и партии «Единая Россия» в пять часов вечера понедельника 255-й детский сад все-таки подключили к центральному отоплению, и ночную смену дежурных воспитателей привлекать теперь не надо. Комфортная температура в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья будет круглосуточной. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Новая жизнь старинных фонтанов, красное знамя и Шанхай заиграет водой и светом уже весной будущего года. К концу ноября все основные работы завершат и даже сделают тестовые пуски, чтобы проверить, все ли в порядке. Затем, как преображаются фонтаны, следят не только власти, но и общественники. Пока замечаний нет о реконструкции в деталях Марианы Мирные. Новую жизнь спустя 30 лет получил фонтан «Красное знамя» на улице Красноармейской. Первые струи воды он выпустил в 1977-м. Тогда его предназначение было в основном технологическим. Вода охлаждала оборудование соседнего здания. И уже в конце 90-х он пришел в негодность. Это демонтаж полной конструкции, то есть всей чаши. Соответственно, полное ее восстановление и также облицовка гранитом. Помимо этого, сейчас уже подведены все коммуникации. Сделано насосное. Будет установлено два насоса. Один постоянный, который будет работать, будет подавать давление. И второй будет у нас насос резервный. Вся чаша будет выложена натуральным камнем. Снаружи – уральский гранит. К монтажу системы освещения специалисты приступят, как только уложат плитку. На территорию уже завезли песок для отсыпки вокруг фонтана. Рабочие приступили к благоустройству. За контролем качества следят не только заказчики и подрядчики, но и общественники. Уже осень на дворе, не за горами и похолодание, поэтому, вы сами видите, очень много народу, техники работают допоздна. После завершения всех работ будет организован тестовый пуск обновленного фонтана, чтобы проверить работоспособность системы водоснабжения. Затем фонтан законсервируют до следующего сезона. Несмотря на близость Труковского сада, несмотря на близость скверов, которые находятся на площади Куйбышева, люди очень любили здесь в свое время отдыхать. Кстати говоря, именно на этом месте постоянно отдыхал великий диктор Юрий Левитан. Восстанавливают сегодня и фонтан в сквере Шанхай, расположенном вдоль домов на Молодогвардейской. Решение о его возрождении было принято на встрече с Общественным советом микрорайона главой Самары Олегом Фурсовым. Эти работы входят в проект комплексного ремонта Молодогвардейской. Здесь укладывают плитку, в сквере уже высажено около 30 деревьев. Смонтирована система автополива, установлены опоры освещения, ведется устройство цветников рядом с фонтаном. Для него подведены все коммуникации, залита бетонная чаша, смонтировано помещение под насосную. Во всей красе оценить обновленные фонтаны можно будет весной 2018 года. Мариана Мирное, события. Апелляционные жалобы по делу Екатерины Пузиковой начали рассматривать в Самарском областном суде. Девушку обвиняют в убийстве мужа банкира. Точку в резонансном деле не могут поставить уже пять лет. Сегодня вторая апелляция. И решение по-прежнему не принято. Следующее свидание пройдет 17 октября. В хитросплетениях семейно-криминальной драмы пыталась не запутаться Алина Чемерес. В деле Екатерины Пузиковой это уже вторая апелляция. Суд предыдущей инстанции приговорил ее к девяти годам лишения свободы. Но это решение суда оспаривают все. С требованием пересмотреть приговор выступила сторона подсудимой, потерпевших и гособвинения. В зале суда родственники покойного Дмитрия Пузикова и его вдовы Екатерины, которую обвиняют в убийстве мужа. Подсудимые на видеосвязи из следственного изолятора. Разбирательство по громкому делу об отравлении банкира длится уже пять лет. По версии обвинения Дмитрия Пузикова убила жена, которая якобы добавила ему в пищу яд. Мол, 23-летняя Екатерина с грудным ребенком на руках, узнав, что супруг ей изменяет, решилась на преступление. В деле фигурирует злополучное картофельное пюре. Якобы на семейной вечеринке Пузикова специально приготовила это блюдо для мужа и подала на стол, подсыпав туда талий. В отношении Кати нет вообще никаких доказательств. Ни ее осведомленности о яде, ни ее причастности к тому, чтобы этот яд где-то найти. Даже никакого интереса относительно этого яда. Ни самого яда, ни следов яда на руках у нее, ни следов яда в той тарелке, в которой она подала пюре. На заседании дают слово и самой Екатерине. По словам девушки, мужа не ревновала. А уж тем более убивать его, когда на руках больной ребенок, не было и мысли. Но признается, оправдываться столько лет подряд уже устала. В вину дочери не верит и мама Екатерины, утверждает, мотивов у Кати не было. Но они, по ее словам, могли быть у родственников покойного банкира. На той роковой вечеринке присутствовал двоюродный брат ее зятя и его друзья, которые в дальнейшем давали показания против Екатерины. Противоположная сторона обвиняет нас абсолютно, я не знаю, как это, огольно, злонамеренно, ложно. Причем они, вот смотрите, как только Дима умер, через месяц все имущество, движимое и недвижимое, вы знаете, перешло дяде Сергею Витальевичу. Те, кто, значит, клеветал на мою дочь, давал ложные показания, фальсифицировал факты, они получали дельничные вознаграждения и дальше в виде квартир большие подачки родственники. То есть, тясть семья Пузиковых против Екатерины. В 2015 году Екатерине уже был вынесен приговор, 7 лет лишения свободы. Тогда защита подала апелляцию. Суд жалобу рассмотрел и постановил отправить Пузикову за решетку уже на 9 лет. Защита считает приговор несправедливым и требует полностью оправдать Екатерину. Отчасти с адвокатами соглашается и гособвинение. На наш взгляд, то наказание, которое назначено последним приговором Крестноярского районного суда, является слишком суровым, поскольку ранее назначалось более мягкое наказание в виде 7 лет лишения свободы, а не так, как сейчас в виде 9 лет лишения свободы. Защита семьи Пузиковых, в частности матери Дмитрия, тоже считает приговор несправедливым, слишком мягким. По мнению стороны потерпевших, Екатерина виновна. Суд разобрался во всем, дал правильную оценку собранным доказательствам, совершенно законно и обоснованно признал Екатерину Григорьевну виновной в совершении данного преступления. Они считают, потерпевшие, что в 9 лет лишения свободы приговор является несправедливым, если назначены мягкости, назначены наказания. Естественно, будут просить назначить более суровое наказание. По словам защиты, Екатерина настроена на борьбу. Родственники девушки намерены дойти до Верховного суда. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. В России мошенники стали чаще атаковать банкоматы. Какой ущерб понесли банки с начала года, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает и преодолела отметку в 56 долларов за баррель. Валюта дешевеет. На 11 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 7 копеек. Евро 68 рублей 35 копеек. Золото стоит 2403 рубля. Серебро 31 рубль 72 копейки. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 25 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 75 копеек. В России мошенники стали чаще атаковать банкоматы. За год совершено 4000 нападений. Примерный ущерб от них составил 2,5 миллиарда рублей. С начала года в России на 18% увеличили производство водки. При этом экспорт вырос на 14%. А вот вина выпустили на 15% меньше. Автоваз начал продавать самый мощный Ларгус. Автомобиль с 16-клапанным двигателем, который может развивать 106 лошадиных сил. Цена новинки начинается от 620 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! Подземелье с призраками. Там побывали дочь Сталина и Юрий Гагарин. На территории санатория Волга открыли музей-бункер Жукова. Сооружение, которое могло бы и сегодня защитить от любого современного оружия. Объект растекречен. Открывая двери для всех желающих, одним из первых в загадочном бункере побывал Даниил Лучко. 950 квадратных метров истории и мистики. Те, кто проникали в еще затопленный бункер, когда здесь не было света, утверждали – здесь обитают призраки. Вы знаете, я сам в мистику не верю, но пока работал здесь, велись работы, несколько раз были случаи лично со мной, о чем могу сам сказать, что слышал голоса непонятные, когда просил отозваться и даже проверял, кто находится, никого не было. В советское время здесь располагались пункт Генштаба и пункты управления противовоздушной обороной. После 90-х годов бункер был заброшен, разграблен и затоплен. Сегодня это подземный музей. С помощью насосной станции была откачана вода, вывезли 30 камазов мусора, проведено освещение. Лето бункер простоял без воды, и сейчас мы видим, насколько он просох и стал уже более приемлем для прохождения экскурсий и других посещений. Это дизельный генератор-стальниц. Он был сердцем этого бункера. Но от него осталось совсем немного, так как большую часть вандалы разграбили на металлолом. Узкие коридоры, оцаревшие стены. Глубина бункера достигает до 30 метров. По прямому значению так и не использовался. На протяжении двух месяцев активисты сдали более 200 экспонатов и 500 книг, а также виниловые пластинки. И я думаю, что здесь появится обязательно новая традиция, новая самарская куйбышевская традиция. Это по вечерам прослушивание наших пластинок, грамм-пластинок на патефоне 37-го года. И сегодня мы вам представим в бункере, в бункере Жукова, мы представим первое прослушивание пластинки Самара, городок, естественно, нашей территории. Ближайшая экскурсия планируется в 20-х числах октября. У каждого индивидуально будет каска и фонарик. На случай затопления будут выдаваться сапоги. Даниил Лучко, Сергей Баскин. События. В Самарском парке Победы появилась новая липовая аллея. Ее сегодня высадили волонтеры и ветераны. Акция «Дерево Победы» проходит по всей стране. К ней присоединилась и Самара. Подробности в нашем сюжете. Ну вот так, мое деревцо. Живи. Деревьев за свою жизнь мужчина должен посадить не одно, а много, уверен Сергей Сергеевич Алёхин. На его счету это как минимум четвертое. В акциях, приуроченных ко Дню Победы, он участвует каждый год. На фронт Сергей Сергеевич ушел в 15 лет, приписав себе годы. Воевав под Сталинградом, после Победы служил на флоте, потом в ракетных войсках. Сегодня, говорит, день знаменательный. Новая липовая аллея – подарок потомкам. Пока есть возможность, приходим сюда, дышим воздухом, сажаем деревья. Это очень приятно. Это останется для поколения наших. Это забота о предоставящем поколении. И я хотел бы, если будут волонтеры, просить их, чтобы они это дело охраняли, приумножали и ухаживали за этим деревьем, которое мы сегодня посадим. Акция Дерево Победы проходит по всей стране. Присоединилась к ней и с Самаром. Деревья уже высажены в промышленном и самарском районах. Одним из первых стал и советский район. И это символично. Липовую аллею высаживают в Парке Победы. Почетное право посадить дерево предоставляют ветеранам. Им помогают волонтеры. Всего в парке появилось около двух десятков молодых деревьев. По словам специалистов, самарский климат для липы комфортен. Зиму растения переживут без проблем. Само дерево очень красивое, экологически чистое, очень дает много кислорода. Дерево то, которое в этом парке приживется. Можете не волноваться. Погода очень хорошая, поэтому, я думаю, молодежь, которая посадила деревья совместно с ветеранами, будут за ними ухаживать и будут приходить сюда через многие годы и говорить, а это дерево посадил я. И это останется для их даже детей. После того, как новую аллею высадили ветеранам, волонтерам предложили горячий чай. Акция «Дерево Победы» на этом не заканчивается. До середины ноября в городе высадят еще 900 деревьев разных пород. Липу, каштан, ель, тополь, клен, рябину, иву и другие. Марьяна Мирная, Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. Не стареют душой ветераны. Ко дню пожилого человека творческие коллективы 93-й школы вместе с депутатами Самарской городской думы подготовили для пенсионеров праздничный концерт. Чем удивляли зрители, которые многое в своей жизни повидал, расскажет Андрей Горгуленко. В зрительном зале 93-й школы исключительно почетные гости. Это ветераны, которых заслуженно чествуют за их долгие годы работы. Но пожилые люди, хотя они не любят этого слова, уверены, что такие праздники в первую очередь полезны для подрастающего поколения. А вот те, которые помоложе, пусть посмотрят, что можно чего добиться. Мы же из простых семей, так что все повидали, все слышали, все сделали. В День пожилого человека депутаты Самарской городской думы поздравляют заслуженных ветеранов. Такие встречи проходят регулярно, чтобы люди чувствовали себя нужными и делились своим бесценным опытом. Мы вспоминаем людей очень заслуженно, которые провели вторую деятельность, находятся на заслуженном отдыхе. И, может быть, обыденность жизни немножко забыть и насладиться радостью, которую ребята нам дают возможность на сцене свои таланты показать. Как и на любом празднике, гости получили не только яркие номера, красивые танцы и звонкие песни, но и приятные подарки, чтобы жизнь была немного слаще. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. ЦСКА ВВС хочет, но не может победить уже три матча подряд в высшей хоккейной лиге. Домашняя серия заканчивается сегодня. Военные летчики принимают одного из лидеров чемпионата, питерскую СКА-Ниву. Еще больше новостей спорта у Сергея Кизоркина. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самарской области закрылся летний велосезон. Тольяттинская «Лада» пока без поражений стремится к чемпионскому титулу в Суперлиге. Военные летчики неудачно провели домашнюю серию игр в высшей лиге. ЦСКА ВВС с трудом зарабатывает очки в высшей хоккейной лиге. Не помогла закрепиться в середине турнирной таблицы и домашняя серия матчей. Из пяти игр пока только одна победа. С футбольным счетом 1-0 военные летчики заглушили пензенский «Дизель». А вот для победы над другими соперниками им не хватило всего лишь пару голов. Саров 1-2, Рязань и Воронежский «Буран» 4-5. Разгромное поражение от питерского «Динамо» 1-8. Заканчивается домашняя серия сегодня. На льду «Кристаллов» в 20.00 ЦСКА ВВС принимает клуб «Сканева». Вторая команда – ВХЛ. Самарцы на предпоследнем 26-м месте. В шестом матче чемпионат России в Звенигороде Тольяттинская «Лада» встречалась с подмосковной «Звездой» и одержала трудовую победу. Хотя матч начался легко для автозаводчанок, плюс пять в активе. Таймаут наставника «Звезды» изменил сценарий поединка и к перерыву они вырвались вперед на два очка. Во втором тайме «Звезду» потушила галкипер «Лады» Анастасия Лагина. Она отразила 52% бросков по своим воротам. А в это время нападающие «Лады» Полина Ведехина и Дарья Дмитриева забивали мячи один за другим. В итоге «Тольяттинки» победили 31-27 и остаются единоличными лидерами национального чемпионата Суперлиги. Велосипеды на консервацию в Самаре закрылся очередной летний велосезон. На последний любительский марафон приехали спортсмены не только областной столицы, но и Тольятти, Сызрни, Новокуйбышевска и Чапаевска. Маршрут, площадь Славы, лесопарк Дубки. Там прошла эстафета. Лучшие и самые активные велосипедисты области по итогам сезона получили индивидуальные призы. В этом году в соревнованиях участвовало почти 2500 спортсменов-любителей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова